В повестке дня восьмой сессии Липецкого областного совета депутатов три десятка вопросов. Один из самых важных – новые правила льготного проезда в общественном транспорте. С 1 июля регион переходит на безналичную систему оплаты с использованием транспортных карт. При этом льготники будут платить только половину стоимости, остальное компенсирует областной бюджет. Предлагаемый подход позволит создать равные условия реализации льготного проезда для граждан, не ограничивая их по сравнению с действующей системой величиной вносимых для оплаты денежных средств и позволит в том числе пользоваться льготным проездом гражданам, совершающим небольшое количество поездок, позволит пользоваться пассажирским транспортом частных перевозчиков. В этой связи прогнозируется увеличение числа льготников, пользующихся льготным проездом от 24 тысяч человек в месяц в настоящее время до 70 тысяч человек в месяц, то есть в три раза. Льготные транспортные карты будут действовать не только в муниципальных, но и коммерческих автобусах. На реализацию данного закона проекта понадобится почти 120 миллионов рублей. Также депутаты утвердили льготы для детей 5-7 лет на проезд в электричках. Они получат скидку в 75%. Депутаты выделения бюджетных средств поддержали большинством голосов. Мы знаем свои возможности, и поэтому от сессии к сессии стараемся улучшить жизнь людей, именно принимая вот эти решения, то есть направляя дополнительные средства на улучшение материального положения нашего граждан. От льготы новых видов поддержки к штрафам. Теперь за парковку на газонах или детских площадках, разбрасывание мусора и мытье машины в неположенном месте придется отвечать рублем. Настоящим кодексом предусмотрена ответственность за парковку автомобилей на озелененных территориях, на детских площадках и ответственность в размере от 500 до 3000 рублей. В новой редакции кодекса об административных правонарушениях прописаны и правила выгула домашних животных. Они должны быть на поводке или в наморднике. Нельзя гулять с питомцами на территории школы, детского сада, больницы, детских и спортивных площадок. Запрещено выгуливать домашних животных нетрезвым людям и детям младше 14 лет. Изменения в кодексе продиктованы самими жителями региона. Советуют нам принимать решение, чтобы обезопасить свою жизнь от иных каких-то воздействий. В том числе, как сегодня принято, от свободного выгула животных. То, что продиктовано жизни, то мы сегодня также этот кодекс под этим условиям переписали. Не обошлось на этой сессии без отчетов. Так, липецкий омбудсмен представил доклад о соблюдении прав человека в регионе. По словам Валерия Кузовлева, с начала года к нему поступило 157 жалоб. Чаще всего людей волнуют проблемы ЖКХ, коммунальная сфера, жилье. На ряд проблем омбудсмен обратил внимание депутатов и предложил пути их решения. При сохранении и стимулировании индивидуального коммерческого жилищного строительства необходимо сделать государственным приоритетом строительство жилья, социального найма и арендного жилья. Как вы помните, глава администрации Липецкой области Олег Петрович Королёв впервые обратил внимание на этот вопрос еще в 2012 году. Нам сегодня требуется более энергично работать над этой темой в пределах региональных и местных полномочий. Самая приятная часть сессии – утверждение кандидатур на получение региональных наград. Сферы разные – здравоохранение, социальная защита, торговля. За особый вклад в развитие культуры два жителя региона в этом году получат премию имени Тихона Хреникова. Это худрук Театра танца «Казаки России» Леонид Милованов и главный дирижер Духового оркестра Липецкой областной филармонии Василий Самарин. Ольга Бугакова, Анатолий Гончаров, Липецкое время.